Добрый вечер! Для кого-то может быть не вечер, потому что Инстаграм у нас не только российская сеть. Сегодня у нас в университете прошли занятия по Рунам и Агаму. Очень рада этому, что мы с вами изучили эти два оракула, очень плотно и очень хорошо. Я обещала в университете, что обязательно постараюсь провести сегодня прямые эфиры. Прямые эфиры у нас уже прошел на аккаунте «Чень женщины» в такой женской тематике, а на аккаунте «Империя сильнейших ведьм» мы будем с вами говорить на ту тему, которая недавно всплыла и оказалось, что люди не знают ничего по поводу вибраций. И сегодня я вам буду рассказывать про вибрации, потому что этой информации я загуглила в интернете, полноценной нет. Ну как много другой информации, она косая и кривая. Что получилось? Получилось, что у нас в центре парапсихологии ведьма Лана просила задавать вопросы, ей касаемо для прямого эфира, чтобы она поотвечала вам, то есть что вас беспокоит. И вот одна женщина спрашивает такой вопрос. «Скажите, пожалуйста, Лана, а вот по поводу вибраций. Я хотела бы повысить вибрации в своей квартире, как это сделать?» И тут я поняла, я поняла, окончательно поняла, что люди совершенно не знают, что такое вибрации. Ну что ж, будем разбираться, раз вы не знаете. Итак, вибрации. Каждое тело, каждая материя, назовем ее так, будь то просто фигура, будь то человек, будь то чашка, карты, свечи, излучают вибрации. То есть от предмета, от материи исходит определенное такое движение энергетическое, что называется вибрация. Мы с вами очень интересные существа люди. Мы берем с вами энергию из земли и энергию с небес. Как это происходит? Я уже неоднократно рассказывала, но здесь нужно повториться, потому что кто-то, возможно, не слышал. Токи светил входят в нашу макушку, проходят через все тело, касаются земли, и земля в ответ дает свои токи, что называется живой. Эти токи соединяются у нас примерно от солнечного сплетения до низа живота. То есть местом соединения является живот, пуп. Самая такая точка активная – это пуп, в принципе. И что получается? Что наш с вами пуп является точкой соприкосновения, мощным соприкосновением двух энергий – земных и небесных. И вот эта точка центральной вибрации, как, собственно, считается сердечная точка, это точки, ну, пуп и сердце – две точки центральных вибраций. То есть о чем это? Ну, простым языком говоря, мы даем вибрационное поле серединным центром тела, вибрацию во внешний мир. Этой вибрацией мы заявляем пространству о себе, кто мы такие и кем мы являемся. То есть от нашей вибрации все существа, живущие на земле, считывают нас и понимают, кто мы такие. И все пространство понимает, кто мы такие. Поэтому, если человек попал в какую-то яму безнадёги, да, он транслирует вибрацию безнадёги и тем самым привлекает ещё безнадёгу. Отсюда и говорят – беда не приходит одна. И задача ведьмы – вытащить человека за шкирку из этой ямы безнадёги, чтобы он стал давать другие вибрации в пространство и, соответственно, привлекал уже удачу, например. Ну, в удачу входят очень многие показатели, мы назовём это просто удачей. Здесь ещё очень интересный такой момент. Большинство людей имеют смещённую, ну, так назовём опять же условно, потому что это мной придуманные понятия, поскольку этой информации нет в интернете. Смещённую точку, не точку сборки, не путайте, пожалуйста, точку сборки, придуманную Кастаньеды, да, с тем, что я говорю. Вот эта зона, так скажем, вибрации, она бывает смещена. Не по центру находится, а где-то выше или ниже. Отсюда мы говорим низкие и высокие вибрации. Человек, который работает плотно в магии, он специально целенаправленно свои вибрации то повышает, то понижает, то держит по центру. То есть в бытийной жизни, в бытовой, мои вибрации будут по центру. Значит, у меня всё хорошо. Когда я занимаюсь кладовством, в зависимости от того, с какими энергиями, силами я взаимодействую, у меня вибрации будут подниматься целенаправленно наверх или вниз. Например, если я буду работать с перекрёстками, кладбищами, с какими-то заброшенными зданиями, то у меня энергия вибрационная будет внизу. Если я буду работать с планетами, у меня энергия будет наверху. Это не значит, что это плохо, а это хорошо. Это значит разный тип вибраций. То есть в период, когда я работаю с этими энергиями, я буду излучать в пространство определенный вид вибрации. И меня будут считывать те существа, которым мне нужно, чтобы они меня считывали. У простого человека вибрации должны находиться по центру. Но бывает смещение, о котором он не знает. И тогда что происходит? Если это смещение идет вниз, человек с низкими вибрациями, что он привлекает? Конечно, он привлекает все негативные сущие. Он собирает всю дрянь с перекрёстков, с погостов, с подворотень и так далее. Потому что все низкочастотные существа, он же не маг, никакой не колдун, они с ним не сотрудничают, не взаимодействуют как-то. А просто начинают на него обращать внимание, понимают, что он слабак, и начинают его кушать. Ну, я опять же простым языком говорю. А бывают у человека завышенные вибрации. Тогда у него теряются заземления, корни. Тогда он начинает терять деньги, семью и здоровье. Он летает, как говорят, где-то в облаках и в иллюзиях, да, такое понимание. Он в каких-то медитациях, мантрах, йоге, но полностью теряет связь с землей. И тем самым теряет материальные блага. Ну, вы часто слышали, наверное, что различные гуру говорят о том, что материальные блага не важны. Это как раз вот об этом. Сразу скажу, что есть исключения из правил. Например, христианский Грегор, он говорит о том, что деньги не важны, это не нужно, и главное, духовный рост. Здесь такая обманка. Он работает на некроэнергии, а значит, на низких частотах. И эти частоты, именно частоты не просто смерти, это разные вещи, а страдания. Вот такие вещи нужно понимать. Человек со смещенными вибрациями, не занимаясь колдовством, начинает страдать. Страдать от чего? Либо от того, что у него высокие вибрации, он теряет материальные какие-то вещи. Либо от того, что у него низкие вибрации, он собирает все, что ни по поди, и не знает, как утилизировать эту энергию. Вот в таких случаях, когда вы чувствуете, что что-то не так, конечно же, нужна консультация. Я очень хотела вам разъяснить как можно более понятным языком, что такое вибрация. Чтобы вы не задавали глупые вопросы касаемо вибрации в квартире, как ее повысить. Не надо в квартире не повышать, не понижать вибрацию. В квартире должны быть алтари, об этом я многократно говорила, которые привлекают те энергии, которые вам нужны. Например, любви, здоровья, денег, семейный алтарь, свой собственный даже алтарь. И знаете, вот интересный момент я хотела бы просто привести как в пример, вы можете это посмотреть. Никита Джигурда, человек достаточно низких вибраций, который колдует на этих низких вибрациях. Обратите внимание, если вы войдете на его страничку в Инстаграм, вы увидите, что он очень часто записывает видео на фоне своего личностного алтаря. И в этом личностном алтаре некроэнергия низких вибраций, он работает только с ней, у него перекос. То есть, когда колдун работает только с низкими вибрациями, только с высокими, у него начинается перекос, у него перекос. Но для простого человека, повторюсь, должна быть только серединная вибрация. Увидимся. Продолжение следует...